Привет! С вами Торо, вы на канале Ниссанрайз и мы продолжаем прохождение трупной вечеринки. В прошлой серии мы с вами исследовали медпункт и по-моему нам теперь нужно двигаться выше. Там у нас был проход, там точнее нужна была нам доска, а доска у нас как раз таки одна в запасе завалялась. Да, установить доску обязательно. И продвигаемся выше. Твою мать, и что это? Ничего, это ладно, хорошо. Просто не будем обращать на это внимания, просто не будем обращать внимания, как будто этого не было. Куча человеческих костей лежит на полу. При тщательном осмотре можно заметить бейджик ученика. Женская академия. Саша Тшинанома. Так, ну-ка, ну-ка. Разбита грудная клетка тупым предметом. 16 лет. Почему-то они все погибли вот как раз таки из-за ударов тупыми предметами. Туалеты. Мужская комната слева, женская комната в конце коридора. А, это мужской туалет? Ну, ладно, я думаю, ничего страшного не случится, если мы его исследуем, правильно? Вода не идет, даже если повернуть кран до упора. Угу. Слив забит длинными прядями черных волос, поэтому раковина заполнена грязной водой. Фу. Вода не идет, даже если повернуть кран до упора. Ладно. Так, а писсуары нам обязательно исследовать? Чувствуете сильный запах аммиака? Естественно. Ладно, уходим, уходим, уходим. Блин, меня смущает то, что мы бродим. Чего это сейчас было? Не зря меня смущало то, что мы бродили по мужскому туалету. Либо голос был настоящим, либо это звуковые галлюцинации. Даже не знаю, что из этого больше похоже на правду. Нафиг? Все, хорошо, я понял. Пойдемте в женский тогда, что ли. Внутри ржавого ведра куски мяса, обрепленные личинками. О, боже. Кран... Кран с противным звуком повернулся, но вода не пошла. Слив забит длинными тоже волосами. И вода не идет, даже если повернуть кран до упора. В принципе, то же самое. Я готов. Я жду подвох. Ам, не открывается. Окей. Эм. Нет, никакого подвоха нету. И предпоследняя дверь у нас просто не открывается. Вроде бы как ничего странного нету. Но здесь вообще ничего нету. Как бы... Как бы вообще абсолютно ничего. И... Я стесняюсь спросить, куда дальше. Эй, Наоми. А есть ли у тебя... Ну это... Ты меня понимаешь. Что, опять? Да, моя задница сильно беспокоит меня в последнее время. Чего? Чего? Ну, у меня есть антибактериальный крем. Если ты говоришь о нем. Благодарю. Подожди, я скоро вернусь. После всего этого, есть ли у нее гордость? О боже. Что происходит? Юка? Юки? Как ее звали? Это же Юка! Да, точно. Ее голос. Откуда-то снизу, да? Сейко не очень хорошо переносит одиночество. Ясно, хорошо. Я понял. Нам нужно вернуться за Сейко. В мужской она вряд ли бы пошла. Значит, женские. А, ничего. Просто хочу убедиться, что ты здесь. А вот и я. Стоп. Она только что вышла из той двери, которая была заперта, которую мы не смогли открыть. Спасибо за крем, Наоми. Положу его сюда. Да не за что. Эй, подожди. А как ты открыла эту кабинку? Я думала, что эта кабинка была заперта. Ну, как бы да. Чего? Я без проблем открыла ее. Ладно, я думаю, что сейчас это не так важно. Я только что слышала голос Юки. Похоже, она бродит где-то внизу. Правда? Нужно проверить. Верно. Так. Юка где-то внизу, но... Дверь по-прежнему не открывается. Как она ее открыла? Ладно, хорошо. Я привык уже ничему не удивляться в этой школе. Так что и этому удивляться... Ну, лестница, ну осторожнее же. Наоми, ты в порядке? Ты чуть не упала. Моя гол... Моя нога. Спасибо, что придержала меня. Да не за что. Хорошо, что ты не упала. Похоже, ты сильно вывихнула лодыжку. Нам нужно найти место, где ты сможешь отдохнуть. Да, думаю, ты права. Обопрись на мое плечо. Благодарю. Я перед тобой в долгу, Сейко. Не думай об этом. Не думай об этом. Ну, боже. Так, а вот эту штуковину мы... Нет? Нет, доску мы забрать не можем. Так, лучший вариант... А, мы же в медпункт. Точно. Давайте посмотрим. Может, там есть чего-то, что и сможет подлечить ногу. Точно, точно, точно. Мы же открыли дверь в медпункт. В медпункт. Кажется, я наступила. Тьфу. Наступила? Вот, у меня есть платочек. Тебе лучше вытереть обувь. Эм, это тот парень или девушка, которую размазала по стене, если что. Это, безусловно, чьи-то кишки. Когда я наступила на них, прозвучал такой звук, словно я шагнула в свежие собачьи какашки. Боже, хватит об этом говорить. Еще чуть-чуть, и меня стошнит. Прости. Движемся дальше медленно, но верно мы продвигаемся. Какие же у них крепкие нервы. Так, ну, оно? Так, а что это было? А, это старый обогреватель. Окей. Во, отличное место для отдыха. Эм, я так и знала, что здесь будут койки. Ну да, мы же их видели, тем более. Ну, удивительно. Но они выглядят довольно чистыми. Наконец-то ты можешь отдохнуть, Наоми. Да, я, пожалуй, прилягу ненадолго. Опять села ближе к углу. Я всегда предпочитаю быть в углу. Здесь я чувствую себя в безопасности, наверное. Я понимаю тебя. У меня такие же чувства. Интересно, здесь есть что-нибудь, что облегчит боль твоей лодыжки? Посиди-ка пока, Наоми. Я пойду проверю. Хорошо. Спасибо большое. Не благодари меня. Я еще ничего не сделала. А, вот это подойдет. Я нашла самодельную шину и бинты. Как только закрепим их на твоей ноге, тебе станет лучше. Ты мой спаситель. Ну, вот. Теперь завязано крепко. Как ощущения? Уже лучше. Спасибо, Сейко. Да не за что. Со мной тоже такое было. Поэтому я знаю, что нужно делать в этой ситуации. В идеале, нужно бы еще приложить лед. Не беспокойся. Ты и так уже много сделала. Эм, ты спишь что ли? Ну, и ладно. Рада, что ты согласна со мной. Я словно переместилась в страну сновидений. Ты на самом деле чудачка. Эй, Наоми. А если мы встретим Мочидакуна, что ты будешь делать? Ну, ты ж понимаешь, о чем я. В страшной ситуации люди всегда сближаются. Ты должна хорошенько все обдумать и, наконец, признаться о своих чувствах. В этом жутком месте прояви все свои женские качества. И я уверена, ты возвысишься в его глазах раза в три. А потом мы вернемся в школу с мыслями, что как будто ничего не происходило. Благодарю за твою подсказку. Я подумаю. Надеюсь, вскоре мы найдем его. Ты ведь сейчас переживаешь? Ты думаешь о том, как он не хотел бы... Приходи... Проходи через все это. Наоми, ты хочешь его встретить, но было бы спокойнее, зная, что он дома в целости и сохранности, а не бродит где-то здесь. Я права? Наверное, материнские инстинкты... Тебе подсказывают? Ты во всем должна быть уверена. Матерински... Может, это и звучит по-идиотски, но, похоже, она во всем права. Нет смысла врать Сейко. Я была довольно жестока с ней с тех пор, как мы оказались здесь. Нужно будет потом извиниться. Что это было? Что это сейчас было? Боже, Наоми, ты читаешь мои мысли. Ой, прости. Когда я вижу твою попку, я начинаю опускать слюньки. Боже. Я не понимаю тебя. Это снова Юка-чан. Я тоже слышала. Нужно пойти посмотреть. Ты остаешься здесь и отдыхаешь, хорошо? Я скоро вернусь. Я не думаю, что это хорошая идея. Мне тоже нужно пойти. Я настаиваю. Не волнуйся, со мной все будет в порядке. Но ведь... Продолжай... Остав... Продолжай оставлять отпечаток своей попы на койке. Поняла? Я зря старалась, что ли? Ладно. Думаю, мне лучше остаться. Моя лодыжка, действительно теперь болит меньше. Все благодаря заботе Сейко. Юи, Сенсей, не остальные. Сатоши. Интересно, что они сейчас делают? Что с тобой, Сатоши? Успокойся и отпусти меня. Это моя грудь. Прости, я не видел, за что схватился. Тебе повезло, что ты такой милый. Иначе получил бы в щи, верно? Хочу увидеть его. Почему? Почему такое случилось? Так, и куда это мы, интересно, встали? Я не понял. Так, мойте руки с мылом. Хорошо, я запомню. А, так, лежат перепачканные кровью ножницы. Так, может быть, мы что-то здесь все же найдем? А, вроде бы, как ничего нового. Для чего это все здесь нужно? О, лучше даже не запариваться. Так, что мы еще можем исследовать? Так, кран поворачивается, воды нету. Старый обогреватель, который не работает. Так, ширма. От нее есть какая-нибудь? Так, слушай, ну, Пася, давай ты заваришься. Нет, она не хочет ложиться обратно на койку. Непонятно почему. Да и в ее состоянии у нее же лодыжка там, уло. Да, Сейко ушла одна. Мы остались в... Так, у нас только коробок спич к собой имеется. Мы остались в гордом одиночестве. Ну, и, наверное, ребят, мы на этом эту серию закончим. Потому что мы находимся возле свечи. И мне кажется, впереди у нас будет что-то интересное. И не хотелось бы бродить дальше без сейва. А на этом все. Спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok